Свердловчан начали штрафовать за прогулки на улице. В минувшие выходные полицейские и сотрудники Министерства общественной безопасности впервые провели совместный рейд. Что грозит нарушителям режима самоизоляции, знает Любовь Букреева. В выходные парки и скверы Екатеринбурга полны народу. Кто-то прогуливается всей семьей, кто-то занимается на спортплощадке. Мы занимаемся физической культурой, которая как раз направлена на то, чтобы укрепить свое здоровье. В период введения вынужденных мер можно заниматься по месту проживания. Тем, кто без уважительной причины вышел на улицу, в основном делают предупреждение. Когда же человек категорически отказывается вернуться домой, составляют административный протокол. На территории Садовской области введен режим улучшенной готовности. В магазин еще хотим зайти. Покушать-то надо что-то. Максим, давай, пошли. Сумма штрафа для частного лица составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Окончательное решение примет суд. Об этом в эфире ОТВ еще раз напомнила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Черновид протокола, так скажем, какой-то вариант составляет, записывает все тот человек, который останавливает вас на месте. Дальше это поступает в Министерство общественной безопасности. И министерство уже принимает свои решения вплоть до направления дела в мировой суд. Который и налагает штраф. Который наложит штраф. Но должен вызвать человека, известить о том, что рассматривается. Известить точно должен. По-прежнему выйти из дома можно в магазин, аптеку, также разрешается выглянуть собаку, вынести мусор и получить услуги в организациях, чья работа не запрещена. Гулять с детьми даже около дома не рекомендуется. Об этом в инстаграме написал губернатор Евгений Куйвышев, отвечая на вопросы горожан. Могу себе представить, как трудно многодетным родителям справляться с неуемной энергией детей. Особенно в режиме самоизоляции, когда выплеснуть ее на улице практически невозможно. В сложившейся ситуации принимать решения все-таки нужно не исходя из угрозы штрафных санкций, а руководствуясь соображениями безопасности для здоровья детей. Возможно, мой ответ вам не понравится, но ситуация далека от благополучной. И сейчас всем нам нужно принимать сложные решения, брать на себя дополнительную ответственность. Оставаться дома уральцев призывает известный пианист Денис Мацуев, который из-за пандемии отменил все концерты. Сейчас время особенное. Я тоже в этом время не нахожусь. И, как вы понимаете, тоже мне не очень просто, так как организм мой привык выходить на сцену каждый день в разных точках света. Но, тем не менее, безусловно, то, что мы должны сейчас отсидеться, то, что мы сейчас должны, как говорят, пересидеть, эту историю. Только за выходные в Министерство общественной безопасности было передано около 300 материалов для составления протоколов. Часть из них направят в суд, который определит сумму штрафа.